Такого в Иркуте не припомнят. Скандал внутри профсоюза. Городской исполком НПГ объявил войну первичной организации транспортного предприятия Воркута Угля. Мол, ее лидеры, это цитата, случайные люди с форохом личных амбиций. Ничего не делают, профсоюз дискредитируют. Ну, если говорить об этих людях и об их качествах, об их амбициях, об их желаниях, об их реализации своих личных интересов, то об этом даже было сказано в коллективном письме, которые написали две-три бригады на предприятиях, которые им доверяют и предлагают их перевизбрать. В НПГ решили первичную организацию ликвидировать. Воркутинский исполком взялся сам защищать интересы водителей. Но руководство первички сдаваться без боя не собиралось. Здесь уверяют, избежать конфликта пытались, но их не услышали. Мы отстаивали права наших водителей. Мы боролись за то, чтобы водители не перерабатывали двойную норму часов за месяц, а чтобы получали достойную зарплату на норме часов, как все нормальные люди. В связи с чем и возник, на мой взгляд, конфликт. Лидеры первичной организации обратились в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку и подал иск в суд. С требованием признать незаконным протокол о ликвидации профсоюза Воркутинского транспортного предприятия. В соответствии с решением суда данный протокол признан незаконным. И также возложена ответчика обязанность отменить данный протокол. Решение городского суда в законную силу пока не вступило. Воркутинский НПГ обжаловал его в Верховном суде Куме. Рассмотрение дела пройдет в ближайшее время. Вердикта с нетерпением ждут не только конфликтующие стороны, но и прокуратура Заполярья. В ее практике это первое подобное дело. Эдуард Бушуев, Антонина Барашнина, Дмитрий Лошенков. Телеканал Юрган. Воркута.